Тигр по имени Владик сейчас свободно бегает по своему вольеру, охотится на диких кабанов. Но месяц назад он навел немало шураху во Владивостоке. И что тебе у нас охотиться будет? Тигра, стой, не ходи никуда. Не ходи, не ходи, мы тебя снимем. Всего лишь снимем. Всю ночь тигр бродил по городу. Его видели то в одном районе Владивостока, то в другом. В 7 утра уставшего и бодраного хищника заметили здесь, на Василковой. Он выбежал прямо на дорогу, испугался и перебежал на другую сторону, в лес. Из земли и с воздуха. Пока небо бороздили квадрокоптеры, на земле искали следы отряды полицейских. Специалистов охотнодзора, Центра «Амурский тигр» и Фонда дикой природы. И нашли. Мы перед тем, как увидеть его в тепловизор, решили поужинать. Потому что предполагали, что это до утра у нас дотянет операция. Разговаривали, хлопали дверкой машины. А он в 50 метрах от нас, он ужинал и мы ужинали. Потом он закончил ужинать, мы закончили и поймали его. Как домашнее животное, которое не поймало. Ну что-то ненормальное есть в поведении, да. Ходили разные слухи, что этого тигра держали дома, что у него проблемы с психикой. Владику делали прививки, обследовали. Результат – тигр здоров. Хищника перевели с карантинного вольера в обширный, реабилитационный. Если он будет проявлять стойкое избегание людей, то в принципе весной 2017 года его можно будет уже выпускать в тигру природы. Но прежде чем делать такое заключение, да, мы должны подождать, пока зверь идет в себя, внимательно за ним понаблюдать в вольере, проверить его инстинкт охотника. Рацион тигра должен состоять только из живого корма, который хищник нашел и убил сам. Поэтому к нему в вольер выпустили кабанов, и Владик начал охоту. А значит, вскоре он окажется на воле и вряд ли уже забредет из лесных джунглей в городские. Анастасия Рошенко, Панорама.